Междугороднее автобусное сообщение возобновилось в Восточно-Казахстанской области. Жители, как и раньше, могут уехать по любому из направлений. Наши корреспонденты поговорили с горожанами и водителями автобусов, чтобы узнать, как осуществляются пассажирские перевозки на фоне произошедших в стране событий. Как сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день восточно-казахстанцы могут передвигаться на общественном транспорте без каких-либо препятствий. С 12 января 2022 года возобновлено внутриобластное междугороднее сообщение. Движение регулярных маршрутов выполняется в соответствии с спросом пассажиров, в том числе по направлению Усть-Каменогорск, Семей, Ридер и другие направления по области. На автовокзале Усть-Каменогорска рассказывают, что пассажиропоток пока не слишком большой. Нужно время, чтобы все пришло в привычное русло после приостановки работы междугороднего транспорта. Автовокзал возобновил свою работу в полном режиме. То есть мы также возобновили межобластные, межрайонные, межгородские рейсы. Возобновили все рейсы Дона Султана, Павлодар, все мы ездим во всех маршрутах. На Алмата тоже у нас осуществляет свои перевозки до 19 вечера. В зале своего рейса ожидают люди, которые спешат в города Ридер, Семей, поселки Белоусовка, Косыма-Косенова и другие. Они подтверждают, что автобусы ходят как и раньше. Я вот жительница города Ридер. Я пришла на автовокзал. Автобус ездит как всегда. Все нормально по времени. Я вот купила билет получается на полвторого. И автобус вот должен приехать. Ждем. Вот в городе приехал сейчас на автобус, взял билет на 12.20. Автобусы ездят везде. Всюду везде. Все хорошо. Сейчас автобусы начали ходить как обычно по расписанию. Так что кто знает, приходите, садитесь, увезем. Если не знает, приходите, спрашивайте на автовокзале. Автобусы ходят как обычно, как ходили. Отметим, движение общественного транспорта в Усть-Каменогорске и Семей осуществляется в штатном режиме. Аэропорты, железнодорожные вокзалы также продолжают работу. Алексей Сафонов, Евгений Щетников, Алтай-Акпарад.